всем привет добро пожаловать на эфир с вами хана зельцер я долго думала проводить эфир или нет всем привет добро пожаловать на эфир всем привет сегодня у нас такая непростая тема очень сложная которая называется боль и страдания почему нам нужно до стараться благословлять всевышнего и за добро и за зло в наших глазах да всем шалом всем шалом хочу затронуть тему почему мы всевышнего должны благословлять и за зло и за добро всем привет всем привет вчера этот урок посвящается памяти светлой памяти раввы беньями на вольфа посланника в грановере который вернул свою душу создателю шаббат и остались у него жена и 8 детей он вернул душу создателю из-за коронавируса поэтому будьте осторожны берегите себя и пусть ашем будет милосердным к нам и не дает нам испытаний тяжелых пусть все будет за добром так вот и этот урок посвящается светлой памяти ему урок почему мы должны благодарить и благословлять всевышнего как и за зло так и за добро почему однажды один такой человек он пришел к ребе и задал ему вопрос почему это я должен да вместо того чтобы говорить всевышнему как ты можешь нет я хочу чтобы ты мне ты был милостив ко мне я должен его благодарить за это за то что он мне посылает зло как я могу так делать и тогда рыба ему сказал смотри здравствуйте роза шалом и тогда рыба ему сказал я не могу тебе ответить но езжай в этот городок рядом который маленькое местечко зайди в дом кузнеца которого зовут и строили зайди в его дом и он тебе ответит но он так заинтриговался хорошо я надеюсь что он ответит на все мои вопросы почему это мы должны благодарить всевышнего и за зло и за добро как это так и благословлять его почему мы не должны роптать до всевышнего почему не должны жаловаться и просить наоборот да это не может как-то повлиять а когда мы благодарим так что ну в общем было конечно ему интересный конечно он собрался и поехал в это местечко к кузнецу пришел к нему конечно тот его пустил и он изначально когда да видит это ну этот дом который разваливается все такое старое калитка еле открывается и он и калитка еле открывается и он и значит входит к нему и видит что и в доме печь нечем топить и да и еды мало и дети и жена и он так на него смотрит и этот из роли он ему говорит и ну 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 что ты пришел ко мне тебя ко не рэбэ отправил он говорит да а зачем тебе рэбэ ко мне отправил он говорит ну я у него спросил почему мы должны благодарить всевышнего и за зло и за добро ну постоял подумал этот из роли говорит а почему он тебя ко мне отправил мне ашем дает только добро я за все благодарен всевышнего посмотри у меня есть и жена и дети и дом у меня есть да и сегодня нам даже повезло собрать картошку и сварить суп, и, в общем, я благодарен Всевышнему, поэтому это не ко мне, это не ко мне, да? Из этой истории мы видим, что суть вот этого вот восприятия, да, всего происходящего у этого человека, у него нет разделения на зло и на добро, то есть уже вот в этом вопросе, почему мы должны благодарить Всевышнего и за зло, и за добро, есть ошибка. Почему здесь есть ошибка? Потому что от Всевышнего не может быть и зла, и добра, от Всевышнего исходит только добро, да, может быть, иногда в наших глазах это выглядит не как идеальное добро, это не выглядит как благословением, может быть, на данном этапе сейчас это не выглядит как только-только добро, да, поэтому, когда мы ставим вопрос, почему нужно благодарить Всевышнего и за зло, и за добро, он уже не сам по себе неверный, да, неправильно сформулирован, почему? Потому что от Всевышнего не может исходить зла, он всё делает по справедливости, да, для чего, да, мы уже говорили, что мы в этом мире и для того, чтобы кому-то помочь, и чтобы, может быть, нам помогли, да, и чтобы достать искры святости со всего, что мы можем, да, как мы достаем искры святости? У нас есть яблоко, и только сказав благословение на это яблоко, боре приаэц, да, создавший плод дерева, я его ем, и так из обычного яблока я подняла искру, и я уже осветила как-то этот мир. Теперь, хорошо, мы уже поняли, что всё, что нам посылает Ашем, это всё сплошное добро, и куда тогда делись боль, смерть, убийство, болезни, да, это же всё кажется нам злом, ну, куда оно девается, вот когда мы ставим вопрос, ага, за всё нужно благодарить Всевышнего, или же популярная тема, из-за которой там многие, не знаю, наоборот, сомневаются, или многие, наоборот, укрепляются в вере, это тема Холокоста, да, тема убийства миллиона-миллионов евреев, и не только, и поляков, и украинцев, и всех, да, и цыгане, и очень-очень много людей, которые, скажем так, получили такие испытания и прошли их. И тоже приведу такой лёгкий-лёгкий пример, однажды к Рэбе пришёл пожилой человек, который пережил концлагерь, войну, и говорит, Рэбе, я к вам пришёл не потому, что я верю в Бога, потому что я вас уважаю, я вижу, что вы достойны, вы стольким людям помогаете, я просто хотел вам дать честь, и всё. И Рэбе говорит, а почему вы так относитесь к религии? И этот человек, что? Да где ваша религия? Где ваш Бог? Я прошёл лагерь, я видел, как вашу Тору продавали за кусок хлеба. Человек в кипе, верующий в Бога, он продавал святую Тору за то, чтобы получить хлеб. Вот это ваша Тора? Вот этому я должен верить? Что? И Рэбе ему сказал, интересная позиция, а почему вы не посмотрите на это с другой стороны, да? В то время в лагере хлеб, это была жизнь. Если ты получил хлеб, ты сегодня живёшь, потому что ты от голода не умрёшь, да? А почему ты не смотришь с другой стороны, что этот человек свой хлеб, свою жизнь продал ради этой Торы? Ты смотришь сейчас только с одной стороны, ты смотришь, как тот посмел продать Тору ради куска хлеба. А что ты не пойдёшь в эту сторону? Почему ты не посмотришь, как этот человек свою жизнь, ту жизнь, что он получил с утра кусок своего хлеба, что если он не съест, он может умереть, да? Как он свою жизнь продал ради Торы? Что ты на это не смотришь? И этот человек говорит, за столько лет я не задумывался. Я не задумывался. И ещё по поводу этого есть замечательная книга, я её в шаббат, не знаю, как у меня получилось, как мне дал ребёнок, я её всю прочла, она у нас в библиотеке давно, называется «Лезер на нос», и она называется «Меня охраняла суббота». Лезер на нос, он прожил 100 лет. И он был послан, скажем так, он был в тюрьмах и в лагерях в ссылке 20 лет своей жизни. И на протяжении 20 лет он ни разу не нарушил субботу. На протяжении 20 лет он ни разу не нарушил шаббат. В этой книге описывается, как все зэки, понятно, если там один отказывается работать в субботу, всех там заставляют делать двойную работу, и все ему там делали чёрную. И здесь рассказывается, как у него была язва, и антисемит его оперировал и специально оставил там что-то в нём. В общем, рассказываются реально ужасные вещи. Но этот человек про эти ужасные вещи, он настолько пишет, что Всевышний будет со мной, Всевышний он всегда со мной, я знаю, что я отсюда выйду, да? Ну и в принципе изначально в этой книге, в начале рассказывается, что когда Лезеру было 5 лет, то он был на встрече с Рэбэ, с Рэбэ Рашабом, и тот ему сказал, подойди ко мне, и на ухо он ему сказал, меч фараона не будет власти над тобою, и я даю тебе благословение на длинную жизнь. И несмотря на то, что в лагере он там рассказывал, как его там наказывали, он стоял ночь по колено в холодной воде, и у него было воспаление лёгких, потом он 9 месяцев приходил в себя, в общем, 20 лет своей жизни он отдал концлагерям, ссылкам, сырости, ужасным, ну просто ужасным условиям, и он дожил до 100 лет. Человек-долгожитель, и просто насколько он реально, вот это вот пример, как человек воспринимает всё, что ему даёт Всевышний, да? Он пишет, да, но я надеялся, там, я 10 лет не видел свою жену, и вот она приехала. И он это всё так рассказывает, ну ты читаешь книгу, и ты плачешь, да, тебе жаль его, тебе кажется, что это реально такие испытания, такое зло. А он в свою очередь, он говорит, ну да, тяжело, но я всегда знаю, что Всевышний со мной, значит, так нужно, значит, я здесь нужен, да? И это подход сильных людей. Я не говорю, что я сильная, что мы с вами, мы должны стараться быть сильными, да, мы должны во всём видеть Всевышнего, ведь если мы доверяем Всевышнему, мы Ему верим, то в момент, когда мы боимся, в момент, когда мы злимся, да, этот момент, когда мы, грубо говоря, отрицаем Всевышнего, потому что Всевышний, Он сплошное добро, и Он наш Создатель, Он наш Папа, да, когда мы знаем, что мы принадлежим, я не знаю, как выглядит Всевышний, да, но мы принадлежим Ему, мы часть, небольшая часть Его, то так спокойней, ты знаешь, это мой Папа, я не боюсь, и я благодарю Всевышнего за всё, за всё добро, что Он мне посылает. И даже то, что в моих глазах кажется злом, я всё равно Его благодарю, я всё равно принимаю всё, что Он мне даёт, и всё, что Он посылает, вот. И, может быть, это не совсем... Хотя это приятный урок, да, хотя это хороший урок. Нельзя сказать, что Он грустный или, не знаю, нельзя, наверное, так сказать, потому что мы, наоборот, с Вами учимся, как принимать с добром все плохие, нехорошие, скажем так, новости, как принимать испытания, да, и это очень важно, не забывать в эти моменты, и, что Всевышний это делает для чего-то. И, кстати, вот тема смерти, да, и рождения, они взаимосвязаны, потому что мы не знаем, как это происходит, это реально тайна, да, вдруг человек умирает, и вдруг человек рождается, но при этом, когда мы что-то теряем, когда мы теряем то, что нам дали на время пользования, да, душу чистую, когда мы это теряем, то мы больше кричим и возмущаемся, чем когда нам дают ту же душу. Да, когда рождается человек, мы, ну, это само собой разумеется, это ребёночек, всё хорошо, а когда кто-то умирает, то мы ропчем, как это так, как ты забрал? И так, кстати, это философия человеческая, когда нам дают, это нормально, когда у нас забирают, это уже плохо. Но мы не вечные, и у нас есть какая-то миссия в этом мире. Дай Бог, чтобы мы её правильно и хорошо выполняли, и пусть скорее придёт избавление, и машиах в этом мире, и пусть уже не будет зла, и пусть будет только добро, пусть будет только Всевышний, пусть будет, пусть будет нам всем хорошо, всем хороших новостей, всем здоровья, радости, и всем спасибо большое за наш сегодняшний эфир в память о Раббин Йомине Вольфе, который посланник в Грановере и вчера вернул душу создателю. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok